Сегодня у нас 19 октября 2023 года. Обзор некоторых пылов, которыми посвозили с наших питомников. Краткий обзор. Начнем с этого сорта под названием Кооп-29. Это американский сорт, довольно новый. У нас он был еще 15 лет назад, но пришлось перенести его насаждение. И мы так ему не уделяли особого внимания. Насаждение перенесли в другой питомник, так там была перепланировка под другие насаждения. Вот поддегустировала на это число этот сорт. Сейчас он называет его Санданс Кооп-29, американской селекции. Героустойчив к заболеваниям, очень урожайные. Плоды в новом питомнике у нас, вот такие для начала дали такие довольно крупные экземпляры, 320 грамм. Мякоть у них плотная, такая желтизной. Продегустировала я только что. Сочность есть, присутствует хорошая сочность, хрустящая мякоть, кисло-сладкого вкуса. Очень приятно такой гармоничный. Но это сорт зимня, он еще должен показать себя. Так он и чистые плоды. Пока первые плоды в новом питомнике, то они еще так не показали себя по форме, по вкусу. Будем наблюдать дальше за этим сортом. А мы его пустили, этот сорт так давно уже присутствовал в коллекции. Но пришлось снести его и перенести в другой питомник. А это прошли годы. Но будем наблюдать этим сортом дальше, более пристальное внимание. Так как он устойчив к всем видам заболеваний. Санданс. Второй сорт это джунами. Он к этому времени приобрел такую красивейшую окраску плодов. Мы уже делали обзор этому сорту. Это поздний зимний сорт превосходных вкусов и товарных качеств. Требует повышенной агротехники, чтобы плоды вытягивали урожай. Сорт довольно таки урожайный. Вот так среднюю величину эти плоды. 150 грамм. Вот такие красивые плоды. Прекрасно охраняется до февраля. Даже марта туда дальше сохраняет свою сочность, хрусткость до апреля. Сохраняет свои качества. В прошлом году мы делали обзор в это время. Превосходный сорт из новых. Довольно, довольно таки прекрасный сорт из этих последних селекций. Еще один сорт это у нас он давно в коллекции кариот 7. Вот такие хрустящие плоды. 220 грамм. Только цилиндрическую форму немного. Очень твердая мякоть. При полном созревании она становится более нежной, но мягко и хрустящая. Очень сочная. С таким винно-сладким вкусом. Без кислоты и с немного пряным ароматом. Очень хорошего вкуса. Райка чешская. Вот такие. 190 грамм. 180 грамм. Это выводим в Чехии. Называем мы чешская райка. Потому что есть крэб райка. Поэтому так стали называть ее. Райка чешская. Это высокоустойчивый к заболеваниям сорт. Очень урожайный. Высокотехнологичный. Мякоть у них хрустящая. Очень сочная. Гармоничного кисло-сладкого вкуса. С преобладанием сахара. Это сорт для тех, кто занимается производством плодов на рынок. Очень технологичный сорт и высокопродуктивный, выносливый сорт. Не требует защиты от болезней. Всегда дает качественный урожай. Райка чешская. Вот это кариоцем из ближнего питомника. Питомника номер два. А это с питомника номер четыре дальнего. Там молодые деревья. Вот какая между ними разница. Сейчас посмотрим, какого веса плоды. Какие могут давать плоды веса. 260 грамм. Так, отложим этот. Вот этот. Проверим. 360 грамм. Вот такие плоды дают кариоцем. Красавцы. Болезнями кариоцем не поражаются. Такие цилиндрические сребрами плоды. Ох, хрустящая мякоть у них такая. Хорошо хранятся. После Нового года они прекрасно хранятся. Розалла. Это иммунный сорт с заболеванием. Это очень крупный плодик экземпляр такой. Такие триста семьдесят шесть грамм. Вот такие бывают плоды. А так они, в основном, то средний размер. Такой или еще средний. 260 грамм плод. Плоды такие двухцветные. В питомнике, конечно, освещенность ограниченная для деревьев. Потому он получился двухцветным. Такая желтая красивая кожица. Размитый румянец на части плода. Плоды хрустящие, мякоть хрустящая, сочная. Гармоничную кисло-сладкую вкусность смещаем в сторону сладости. Или, если плоды уже полностью зряют, то практически без кислоты. Достоинство сорта такая. У него крона интересная. Кроткие побеги. Хорошо подвергается формировке крона. Урожайность очень высокая. Можно выращивать в загущенных посадках. То есть, побеги у него не дают больших побегов. Крона компактная. Очень компактная даже. Гринстар. Это из зимних, поздно-зимних сортов зеленых. Но на ковлежке он приобретает желтизну. Вот уже видать эту желтизну. И грин зеленый. Ну, не совсем зеленый. 316 грамм. Вот такой яблоко. Гринстар. Сорт. Средне сильно рослый. Очень урожайный. Плоды формируются одномерными. Однако сорт требуется к условиям произрастания. И требует защиты от парши. Как все хрустящие, твердые. Такой гармоничный кисло-сладкого вкуса. С приятными, приятными, такие винно-сладкими тонами. Бонита. Это тоже серия высокоустойчивых сортов. Размер плодов средний. Сейчас посмотрим. 160 грамм. Плоды вот такой окраски. Размытый румянець. Яркий такой румянець. Размытый практически по всему плоду. Мякоть хрустящая. Сладкая. С пряным привкусом. Очень хорошего вкуса. Плоды прекрасно хранятся в февраль, март и даже до апреля. В прошлом году прекрасно хранились. Посмотрим, как в этом году. Ну будем наблюдать за этими сортами. Это из новых сортов, которые не требуют защиты от болезней. Дальше сорт амброзия. Иногда нам предъявляют претензии, что у вас не амброзия. Мы даем ссылку на этот сорт. На оригинал. Оригинатор этого сорта. И пусть мы смотрим на нашу амброзию и скажем, да. Плоды вот такие, такой формы. В кругу цилиндрической формы. Иногда с рубрыми, такими ребрышками. Средней величины у нас. У нас его немного. Сто семьдесят грамм. На такой средней величины. Вот такой украски. Такой яркой. Иногда до темно доходящая краска разметая. Мякоть хрустящая. Ароматическая, сладкая, очень сочная. Конфетного вкуса. Прекрасные плоды для десерта. Дерево требует достаточно плодородных почв. Терапевт защиты от парши. Критические годы могут слегка поражаться болезнями. Но на разных подвоях, в разных грунтах качество плодов разное. Надо просто к этому сорту подойти исследовательским. А сорт, в принципе, достоин внимания. Как в промышленном, так и в домашнем садоводстве. Азимут. Только что я продегустировал сорт Азимут. Это зимний сорт из новых русских сортов. Видим, где-то в НИИ, в центральном НИИ садоводства. Точно не помню, там длительное название. Вот такие плоскоукруглые красивые плоды. Характерные, что мы наблюдаем недавно эти сорта. Высокий источник заболевания. Не поражаются. Ни мучистый рисунок, ни паршой не поражались. Плоды вот такие чистые, хорошо украшены. Плоскоукруглые формы. Азимут. Мякоть хрустящая, но нежная, сочная. Гармоничная кисто-сладкого вкуса. Ароматическая. Азимут. Пока как по хранению не скажем, как они хранятся. Сейчас взвесим плод один. Посмотрим ее вес. 260 грамм. Вот этот плод стоять. 255. Практически одномерные плоды. Азимут. Это новый сорт в коллекции. Будем наблюдать. Следующий сорт с этой серии и того же института. Это любимица дутовой. Вот они такие имеют окраску желтые, цилиндрической формы такие плоды. И такой румянец такой красно-кирпичный. Ну у нас так. В других регионах может быть и яркий румянец. Любимица дутовой. Любимая дутовой. Правильно. Любимая дутовой. Тут у нас название немножко нет. Нас так пришло как любимица дутовой. Ну как мы начали исследовать уже источники и первые источники. Правильно называется любимая дутовой. Мякотка желтоватая, белая, сочная, нежная. По-видимому, ну довольно плотная. Таким пряным привкусом. Очень хорошего вкуса. Даже прекрасного вкуса. Отличного вкуса. Ну по-видимому, у нас этот сорт будет осенней. Может в серных регионах. Там где-то в России на севере. Там оно может быть зимнее. Но у нас оно как позднее осеннее проходит. Уже оно пожелтело все и готово к потреблению. Любимица дутовой. Следующий сорт. Будем наблюдать. Любимая дутовой тоже она устойчива. Вот видно как. Возьмем это более крупный плод. Сейчас мы ее взвесим. 204 грамма. Вот она чистая. Признака заболеваний нет. Там, где град, там ударит. Побил град, то там уже физические воздействия мы не можем так устранить. Следующий град оставляет. Следующий сорт у нас пришел вот такой в исследовании находится Чемпион Голд. По автору, который эту сорт там и коллеге, который нам прислал этот сорт, Чемпион Голд. Он получен из дерева на одной ветке насаждение сорта Чемпион. Чемпион Голд. Так назвали вот такое. Ну действительно Голд. Сейчас мы взвесим этот плод один и посмотрим ее вес. 190 грамм. Чемпион. Ну такой, да. Вот этот типичный. 200 грамм тоже. Ну такой Чемпион Голд. Что мы рассказали за этот сорт? Он уже готов к потреблению. То есть, как и Чемпион, он или ранне-зимний, или поздне-осенний. Сейчас это уже считается поздне-осенний сорт. Вот такой красивый плод, желтый, без румянца. Такие точки, как у Голден Дели 6. Но он не похож ни на Голден Дели 6, ни на Чемпион. Да, интересна такая формула этого сорта. Теперь уже сорта. Будем меня наблюдать. Мякоть такая хрустящая, но нежная. Сочная, кисло-сладкая, с гармоничным таким пряным привкусом. Очень хорошего укуса. Чемпион Голд. Будем наблюдать. Пока это второе, по-моему, или третье, я не помню уже. Ну два плода, это точно было. Вот таких были менее. Следующий сорт Голд Спай. Мы уже делали обзор по этому сорту. Он прекрасно хранится. До Нового года у нас. Вот такие еще зеленоватые плоды. Вот такие желтые плоды. Но он уже вполне съедобный. Вот 240 грамм такой плод. Чистые плоды. Не поражаются. Прошу это американская. Американец. Очень урожайный. Прекрасный сорт для производства плодов на рынок. Для сока. И так для десерта он очень чудесный. Как полностью взрывает. Имеет такой пряный, винно-сладкий вкус. Так. Следующий сорт у нас будет. Так. Классика. Вагнера призовое. По описанию это зимний сорт. Но в наших условиях в этом году он как поздневосенний сорт провел себя. Он уже полностью съедобный. Вот такая украшка у него. Это классика. Вагнера призовое. Здесь симплод сейчас один. 200 грамм. Очень вкусные плоды. Но так. Поскольку классика. Мы не можем с ним сравнивать их, скажем, с современными плодами. Там кариотер, зелла, гринстар, бунита там и другие сорта. Мы не можем их сравнить. Это классика. Это сохранили вот этот первозданный в селекции особый аромат и вкус, свои качества. И наши питомники, скажем, государственные питомники донесли эти сорта до наших поколений. И мы можем наслаждаться этим дрянью вкусом, ароматом тех плодов, которые были присущи только тому времени. И в том время они приобрели вот такую формулу гоническую. Еще один сорт. Сорт этот прекрасно хранится. Ее пораньше снимать надо. И мы поздно сняли. И он уже перезарил на дереве. Имеет, выдает превосходными вкусовыми качествами. Вагнера призовое. Для домашнего садоводства это необходимо иметь в каждом домашнем саду. Золотое грайма. Тоже классика. Поскольку это древний сорт, однако он себя показывает, как вот современные такие прекрасные сорта. Плоды не высыпаются. Практически одномерные. Вот такой окур лаконической формы с легкими рограми. Чистые, значит, желтые. Болезними не поражаются. Плоды одномерные. Уже на это время, сорт зимний, на это время имеет отличную такую конституцию мягкую. Мякость хрустящая, сочная. С сильным пряным ароматом и медовыми тонами. Очень сочная. Превосходно гармоничного такого сладкого вкуса. Отличный сорт. Уже сейчас он, перезревшие плоды, там я брал, с-под плодожарки. Себя показывает изумительно. У нас это такое первое плодоношение этого сорта обильное. И он дал выше среди величины плоды. Сейчас неизвестный плод для контроля. Какой имеет габариты. Не габариты, а вес. 211 грамм. Плоды играем. Особо не поражаются болезнями. Не замечено было. Но будем наблюдать дальше. Сорт Найда Ред. Это клон сорта Айда Ред. Сейчас посмотрим. 260 грамм плод. Это средний такой плод. Ну, такая у него краска. Питомник, конечно, такой краски получить невозможно. Там загущенные посадки. Там питомник между рядами 2 метра и между деревьями 1 метр. Ну, и вот такая загущенность посадок и украска такая умеренная. А в хороших условиях, на М9, то украска полная. Это поздний зимний сорт, хорошо хранится до мая месяца в обычных условиях. Сохраняются плоды хорошо. Ну, у него такая хорошая вкусовая качество. Прекрасная консистенция мякоти, но вкусовые качества неизисканные. Кстати, он еще поражается немного. Иногда порошок. Вот здесь видно порошок. Там чуть-чуть, да. В критические годы поражается порошок. Иногда не поражается. Требует защиту от порошок. Так. И еще краткий обзор. С питомника привезли пару плодиков Агата Крис. Показать, какие они расцветка их. Такая тучка такая размитая, белая тучка. Агата Крис. Хрустящая мяка, плоды. Это зимний сорт. Вот такая. Как их натереть, они имеют такую высокую яркость. Плоды такие эффектные. Но они еще не наберут. Если не снимать их сейчас так равно, то они набирают еще украску более яркую. Ренет Туэйн. Это тоже зимний сорт из классики. Ну такой современный сорт тут. Это классика. Ренет Туэйн. Такой имеет зеленоватую, желтоватую, с разметым румян, с ржавностью плод поверхности. Иногда поражается вот так поршок немного. Это классика. Хранится где-то они до февраля. Может чуть меньше, может чуть дольше. Смотря как. Но при этом сохраняет суетоварные вкусовые качества. С пряной такой привки, с сладкой вкуса. В целом очень хорошего вкуса плоды. Но плоды есть особенность. Немножко поражаются порошой и заблаговременно необходимо снимать. Так как осыпаются при обильных ветрах, которые у нас тут гуляют по нашей территории. Галашнига. Вот такая галашнига окраска. Это мы оставили один плод. Они подходили, уже их реализовали. Этот галашнига. Флорина. Типичная окраска флорины. Вот такая окраска флорины. Это настоящая окраска. И точку. Разметый румянец по всему плоду. Такой темно-красный. Плоды, кстати, флорины хранятся практически до мая месяца. Даже до июня. Если их не трогать, не съедать их. Да. И достоинство флорины тем, что она это иммунный сорт к заболеваниям. Не поражается болезнями. Вот такая прекрасная флорина. Галашнига требует защиты от парши. Сорт не устойчив, так как другие сорта. Требует защиту. Так, этот обзор уже закончили мы. Всего хорошего всем. Успешных урожаев. Чтобы сад ваш не болел. Были хорошие урожаи. И радовали вас всех наших садоводов. Всем здравия, благополучия и всего хорошего.